МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Летчик-космонавт, ученый и политик стали почетными гражданами Карагандинской области. Во Дворце культуры горняков провели торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею независимости страны. Такие маленькие, но уже настоящие артисты. Во Дворце детства и юношества провели гала-концерт конкурса юных талантов. В преддверии 25-летия независимости любители соколиной охоты продемонстрировали школьникам все тонкости этого древнейшего способа добычи пищи. Вечные ценности Мангалек-Ель. Под таким названием в Казахстане проходит последний из 25-ти звездных дней. В каждом городе и районе Карагандинской области провели особые мероприятия. В Караганде провели вечер-встречу под названием «Общая для нас судьба Мангалек-Ель». Балхаше организовали концерт патриотических песен, а в Садпаеве 25-ти семьям вручили ключи от новых квартир. Почти в каждом городе провели праздничные концерты и встречи представителей этнокультурных объединений. Список почетных граждан Карагандинской области пополнился известными именами. Акимобласти Нурмахамбет Абдибеков присвоил звание почетных граждан экстенатору, председателю антикоррупционного комитета при партии Нур-Утан Уралбаю Абдикаримову, космонавту и народному герою Казахстана Тохтару Абакирову и бывшему генеральному директору предприятия «Караганда-уголь» профессору Николаю Дрижду. Церемония награждения состоялась во Дворце культуры Горняков. Присуждение званий почетных гражданин области было одобрено решением сессии областного маслехата. Это событие приурочили к 25-летию независимости страны. Важную миссию взял на себя глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Звание почетного гражданина в Карагандинской области удостоен летчик-космонавт, народный герой Казахстана Тохтар Абакиров. Он поблагодарил земляков за высокую оценку и отметил, что Караганда всегда была и будет для него самым родным городом. Когда его награждали, зал аплодировал стоя. Я открылась благодаря вам, карагандинцам, и благодаря вашей поддержке каждодневной. Я смог достичь тех высот, на которых я стою, нахожусь. Я никогда не думал, что я буду тем-то, я хочу тогда-то, я вот то-то. Я всегда хотел, чтобы мой труд всегда нравился окружающим. Аким области Нурмухамбет Абдибеков отметил роль каждого награжденного в развитии и становлении республики. Он подчеркнул, что карагандинцы всегда славились своими героями, а роль области в экономическом развитии страны колоссальна. Караганда – индустриальная опора страны, процитировал Абдибеков слова президента. В торжественном собрании приняли участие порядка 700 граждан области. Кроме званий почетного гражданина, 94 человек были награждены юбилейными медалями, грамотами, дипломами и благодарственными письмами. Во время церемонии награждения была презентована книга под названием «Летопись Карагандинской области». А Ямамрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается наградной марафон. Юбилейными медалями в честь 25-летия независимости Казахстана награждена очередная группа граждан. В Карагандинской городской администрации медали удостоены члены хоккейного клуба «Сарарка». Среди награжденных юбилейной медалью – ветеран спорта, хоккеист Александр Щетенков. Хоккею Александр Иванович отдал практически всю свою жизнь. Несмотря на возраст, он и сегодня выходит на лед в составе ветеранской команды «Беркут». И знаете, я очень горд, что в честь 25-летия нас собрали здесь, оценили наш труд по достоинству. Я счастлив и благодарен нашей стране. Пожелание, чтобы самое главное, чтобы были все живы-здоровы, чтобы мы процветали, чтобы каждый из нас гордился нашей страной, что мы живем в этой великой стране. Счастья всем! Всех с праздником! Не перечесть достойных карагандинцев, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Караганды, в пополнение культурного и духовного достояния региона. Именно поэтому церемония награждения юбилейными медалями в честь 25-летия независимости растянулась на несколько дней. Приветствуя собравшихся в городском Акимате, глава Караганды Нурлан Аубакиров отметил, что четвертьвековой юбилей независимости – это достояние каждого казахстанца. Мы смогли вместе с вами превратить нашу родину в колыбель мира. Через спокойствие в нашей стране воцарилась стабильность, а через согласие, сплоченность, единство, согласие – наше главное богатство, бесценное достояние. Если нашей основной основой будет спокойствие, опора и стабильность, желанием, согласие, то наша страна займет самое достойное место в истории. Среди награжденных не только именитые спортсмены и ветераны спорта, но и предприниматели, представители общественных организаций, религиозные деятели. В завершении встречи Аким города поздравил карагандельцев с Днем независимости, пожелав каждому личного счастья. Каждый из вас внес свою толику, свою лепту вот в сегодняшний день процветания нашей страны, 25-летие независимости Казахстана. Поэтому от всей души еще раз примите самые искренние поздравления. Всего-всего наилучшего. Успехов в труде, в семье, и чтобы всегда на нашей стране вот именно светело солнце, и у нас было мирное небо над головой. Андрей Тенул, Жас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В преддверии 25-летия независимости Казахстана воспитанники детских садов города организовали праздничный концерт. Всего свои таланты продемонстрировали ребятишки из 28 дошкольных учреждений. Все было как по-настоящему. Яркие костюмы, звонкие песни и театрализованные постановки. На сцене дети чувствовали себя настоящими артистами. Данный концерт – это яркое завершение конкурса «Туган Елем Казахстан». Конкурс организован городским отделом образования. Состязались в нем воспитанники 28 детских садов города. На протяжении семи дней жюри конкурса отбирало самых талантливых детей по всему городу. Отличившимся детям предстояло выступить на завершающем галоконцерте. Ежегодно проводился этот конкурс для определения лучших детских садов среди городских детских садов, лучших исполнителей, танцоры, то есть музыкальные номера. В этом году этот концерт находит свое окончание в виде галоконцерта в связи с празднованием 25-летия нашей независимости. И посвящен этому празднику. В конкурсе мог принять участие любой ребенок от 3 до 6 лет. Количество участников ограничено не было. Ребята демонстрировали свои таланты. Каждый отличился оригинальностью. Лики Пропст всего 5 лет. Она старается не пропускать подобные концерты. Везде принимает активное участие. Каждое выступление для девочки – это настоящий праздник. Сегодня у нас концерт к Дню независимости. Поздравляю всех с праздником! Поздравляю всех с праздником! Поздравляю всех с праздником! В Караганде состоялась церемония торжественного вручения депутатских мандатов и значков избранным депутатам молодежного маслехата. Молодежь активно участвует в деятельности государства, а в этом их поддерживают опытные наставники. Депутаты городского маслехата поздравили школьников и студентов с Днем Независимости и дали им наставление. Макжан Кашенов уверенно и смело выступил с трибуны в конференц-зале городского маслехата. Парень понимает, насколько это ответственно – быть хоть молодым, но уже депутатом. Также Макжан отметил, что одно из главных событий его жизни совпало со значимым праздником – Днем Независимости Республики. Реформы любого государства могут происходить успешно, и в том случае зимних активно участвует молодое поколение. Работа в городском молодежном маслехате в кассе депутата – ответственное и серьезное дело. Ведь речь идет о человеке, который будет защищать права и законные интересы молодежи Караганды. Кроме того, это еще и большой шанс проявить себя, свои способности, вести личный вклад в дело процветания своего родного города. Работа в молодежном маслехате – это работа для тех, кто активен, активен, креативен, инициативен. Мы, депутаты молодежного маслехата, готовы объединить молодежь всей Караганды и вместе строить будущее. Серьезные лица чиновников, которые мы привыкли видеть на совещаниях, сменились улыбками при виде молодых депутатов. Серьезный настрой школьников и студентов порадовал госслужащих. Общее количество молодых депутатов – 30 человек. Возраст самого младшего – 14 лет. Это депутат Мустафин Налишер из Пришахтинска. Молодой человек учится в школе-интернат номер 8 в 8 классе. В дальнейшем планируют открыть в Пришахтинске спортивный комплекс для молодых спортсменов. Создание молодежного маслехата соответствует целям активизации талантовой молодежи к участию в общественной жизни города, а также разработке и внедрению эффективных мер по решению насущных вопросов молодежи совместно с местными исполнителями и представительными органами. Я надеюсь, что реализация данной инициативы станет действительно успешной и показательной на областном и республиканском уровне. Нурлан Аубакиров поздравил молодых депутатов и сказал, что с этого момента они становятся самостоятельно действующей организацией и могут отметить сегодняшний день, 15 декабря 2016 года, как день рождения молодежного маслехата. Лариса Хусейнова, Ложас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Специально для школьников города профессиональные охотники провели необычную презентацию. Продемонстрировали свои навыки хищные птицы и гончие псы, показав тем самым искусство охоты казахского народа. На презентации не пострадало ни одно животное. Охотники использовали новые технологии. Все маневры выполнялись с помощью электронного зайца. Презентацию для школьников организовали преподаватели школы национального спорта Кайрат. На ипподроме собрались все, у кого есть охотничьи собаки и кто увлекается охотой с хищными птицами. Участников было не так много, так как в Караганде подобный вид охоты только набирает обороты. Исконно казахская порода собак тазы – самая распространенная среди охотников. Четвероногий охотник по имени Сункар – местная звезда, так как он принимал участие в республиканской выставке, где был отмечен главой государства, как яркий пример чистокровной казахской породы. Сункару сейчас два года. В первую зиму мы поймали 20 зайцев. В этом году уже успели поймать 9 зайцев и 3 лисы. Многие хотят купить его у меня, но я не продаю друзей. Я думаю, мы добьемся еще многих успехов и новых побед. Беркуту Музбулак недавно исполнилось два года. Весит он 4 килограмма. В день съедает около 700 граммов красного мяса. Охотник Тулеген Маханбетшин говорит, что беркучи в нашей области живут в основном в поселке Аксуа-Йолы, что находится в Шетском районе. На сегодняшний день мало кто из охотников предпочитает заводить себе в помощь беркутов, потому что содержать их очень трудно, требуется много внимания и постоянный уход. Приручить беркута не так трудно, нам понадобился месяц. Заниматься с Мазбулаком начали только в этом году. Преподаватели школы национального спорта провели такую презентацию специально для городских школьников, чтобы зарядить в ребятах желание познакомиться с казахской охотой. Помимо презентации прошел конкурс «Лучших гонщих псов», где использовали электронного зайца и шкуру лисы. К примеру, такой электронный заяц может пробежать 300 метров за 28 секунд. «Большое спасибо Акиму городу, за то, что нам поддерживают построение полностью национального вида спорта, школу, за развитие полностью дорожной карты. И провести вот это мероприятие в честь независимости Казахстана 25-летия по национальным видам саяц. Это беркут, охота на дичь. И нам, чтобы детям не показать живую животную, чтобы разрывали, электронный притащили, чтобы для того, чтобы электронный, как англичане проводили в свое время, прямой, пускать на скорость 23 секунды. Если успеет лису догнать, какая скорость, расстояние, измеряем собак. И мы награждать будем ту, у кого скорость большая». Победители конкурса поедут отстаивать честь шахтерской столицы на республиканские соревнования. Асель Сазымбаева, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном противотуберкулезном диспансере появилась охрана. Таким образом, врачи борются с побегами пациентов. Раньше от врачей за год сбегали примерно 50 пациентов. В 2016-м только шестеро. Всех вернули обратно на лечение. Кроме того, для больных сделали три прогулочные зоны. Они расположены на территории диспансера и больше похожи на обычные дворы. Областной противотуберкулезный диспансер расширяет свою деятельность. После того, как в законодательство внесли поправки, диспансер сменил юридический статус и объединил туб-диспансеры Темиртау, Балхаша и Сатпаева. В итоге увеличился бюджет, а в штат добавились районные отделения в Приозерске, Корожале, Саране и Шахтинске. Как объяснил директор областного противотуберкулезного диспансера Нойан Бедайбаев, увеличение финансирования позволило решить серьезные проблемы. Всякий МОТ область нас поддержал. И на очередном заседании Маслихата нам выделили около 50 миллионов тенге. И мы построили прогулочную зону. Вот с отделения больного выходит, попадает в прогулочную зону. И вот в прогулочную зону мы сами вот такой дизайн создавали, чтобы больному не чувствовал себя как бы некомфортно. Прогулочные зоны больше похожи на обычные дворы. Там стоят беседки и тренажеры, баскетбольные кольца. Земля покрыта искусственным газоном. Правда, сбежать оттуда нелегко. Каждый двор обнесен трехметровым забором. На углах установлены камеры слежения. За происходящим во дворе наблюдают охранники. При необходимости они могут приблизить изображение. Эти новшества стали первыми в республике. Опыт карагандинского диспансера уже перенимают другие регионы. Кроме того, для пациентов работает социальная и психологическая служба. Если им нужно сделать какие-то покупки, они могут попросить социального работника. А Емамрина Андрей Тимофеев, первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. При Шахтинске проходит традиционный чемпионат по бадминтону. В турнире принимают участие как школьники и новички, так и мастера спорта СССР. Лучших спортсменов наградили грамотами и призовыми медалями. Алина Керимова в свои 16 лет уже является кандидатом в мастера спорта по бадминтону. Девушка участвовала в республиканских и международных соревнованиях. И неоднократно занимала призовые места. В 10 лет Алина нашла плюсы в этом виде спорта, так как здесь развивается не только сила, но и ум. Во время игры необходимо не просто бить по валану, а заранее сообразить, куда нужно ударить и где нужно ловить. Я выбрала этот спорт, потому что он развивает и физические способности, и также мышление. Я хочу выполнить в ближайшее время мастера, и есть такая мечта – в олимпийские игры попасть. Традиционный турнир по бадминтону был приурочен 25-летию независимости Республики Казахстан. В соревнованиях приняли участие спортсмены из нескольких школ. Сегодня состязались новички и кандидаты в мастера спорта, а в субботу пройдет игра ветеранов – бывших спортсменов по бадминтону. Сейчас правила немного поменялись в мировом бадминтоне. Получается, раньше мы играли примерно как в волейболе. Было до 15 играли с потерей подачи, сейчас потери подачи нету с каждой подачи очков. До 21-го три партии. Из трех партий надо выиграть две. Казахстан, а именно Карагандинская область, всегда представляла бадминтон на хорошем уровне. Мастера спорта СССР и чемпионы сборных команд прошлых лет встретятся в предстоящую субботу и вновь попробуют свои силы. Лариса Хусынова, Сламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Солонстар. КОНЕЦ